Просто beautiful! Все то время, что я веду этот канал, я очень часто замечаю в комментариях вопросы, связанные со вкусом. Всем привет! Меня зовут Глеб и с вами, как всегда, Сигарет Нет. В этом ролике я расскажу вам про самые вкусные девайсы, которые я пробовал. Но перед началом этого видео я хотел бы сказать, что данный топ составлял я. И в нем будут те девайсы, которые понравились мне. Если вы не согласны с моим мнением, то отправляйтесь в комментарии, там и пообщаемся. Первым девайсом, правда с конца, будет новичок от компании Vapareza под названием Luxe Q. Он является уменьшенной версией Luxe PM40, на которой у нас, конечно же, есть обзор. Итак, устройство может похвастаться не только своим ярким и насыщенным вкусом, но и отличной никотинопередачей и довольно хорошим ударом по горлу, то есть ТХ. Помимо этого, у девайса есть регулировка обдува. Настраивается она следующим образом. Вы снимаете картридж, переворачиваете его на 180 градусов и устанавливаете обратно. Картридж обладает объемом в 2 мл и работает на несменных испарителях на сетке. Лично я рекомендую использовать на данном девайсе жидкость с содержанием глицерина не более 60%. И на заметку, по моему мнению, на данном девайсе лучше всего раскрывает свои ароматы фруктовая жидкость, и я получил гамму эмоций от парения манго. На четвертом месте у нас девайс от тех же парней из компании Vapareza под названием X-Ros Pod. Нужно отметить, что вкус это далеко не единственная положительная черта данного девайса. Помимо достойной вкуса передачи, девайс обладает огромным функционалом, о котором я вам сейчас и расскажу. Напряжение на картридж подается двумя способами. Первый – это от нажатия на кнопку, второй – от затяжки. У вас мог возникнуть вопрос, для чего тогда нужна кнопка. Все очень просто. Большинство пользователей любят разогреть свою спираль перед началом парения. Еще у девайса есть три режима парения. Меняются они при помощи троекратного нажатия на кнопку Fire. Ну и заключительным моментом я, конечно же, выделю полноценную настройку обдува. Девайс действительно хороший и вкусный. Так что, если вы думаете о подарке себе или близкому человеку, то обязательно рассмотрите X-Ros Pod. Середину этого топа занимает девайс, который попадает практически во все мои сборки. А речь пойдет о смаунт Battlestar Baby и смаунт Charon Baby. Charon Baby. Charon Baby. Напишите, как правильно. Почему же он попадает во все топы? Все очень просто. Он практически идеальный девайс. Невероятно компактный, очень красивый, обладающий огромным аккумулятором, которого при умеренном парении хватит на целый день. Ну и, конечно же, он обладает просто умопомрачительным вкусом. Достигнуто это благодаря некоторым факторам. Во-первых, довольно низкое сопротивление на испарителе. Во-вторых, это хорошая мощность девайса. Ну и, в-третьих, его затяжка. Да, она не совсем сигаретная, но отлично подойдет для жидкости как на солевом никотине, так и на обычном. И можно парить даже нулевку. На всех девайсах можно парить нулевку. Я не понимаю, почему это такой частый вопрос. Единственный минус, с которым вы можете столкнуться со временем, это легкая протечка картриджа. Решается она очень легко. Вы просто приобретаете себе новый картридж. Я парю этот девайс на протяжении одного года, и протекал он у меня всего лишь пару раз. Я все аккуратно вытер, поставил картридж обратно, и вуаля, все работает, все нравится. Серебро этого топа я отдаю легенде 2019 года, которая пользуется популярностью и по сей день. А говорю я про девайс от компании Smount под названием Pasito. Это устройство является единственным из списка, в которое можно поставить обслуживаемую базу. В нее можно поставить любую спираль, ну естественно микроразмера, к примеру, MicroFused или MicroAllen, и получать самый насыщенный вкус, который только можно представить. А благодаря регулировке обдува вы можете настроить устройство исключительно для себя. И кто же по итогу занял первое место? Как для вас, так и для меня это станет полным шоком, поскольку первое место занимает девайс от компании Joyetech под названием EgoPod. Вы бы видели мое удивленное лицо, когда я в первый раз попарил мое любимое манго на EgoPod. Я просто не мог остановиться, я почувствовал настоящий вкус жидкости. Девайс не выделяется функционалом или какими-то фишками. Его главная черта это невообразимый вкус, который он дает. Если вы не можете решиться со вкусным девайсом, то смело приобретайте EgoPod. Тем более у них уже вышла новая версия, которая обладает таким же ярким вкусом. Я говорю вам спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.